Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас история Карины Будучьян. Зимой 2009 года в культурной столице России пропала молодая девушка, учившаяся в 11 классе одной из школ. Сотрудники правоохранительных органов успокаивали родственников, утверждали, что нагуляется и вернется. К сожалению, Карина Будучьян живой домой не вернулась. Обстоятельства ее смерти и детали преступления взбудоражили всех наших соотечественников. Историю этой несчастной девушки СМИ часто преподносят под громким заголовком «Готы убили Эмма». Одна из растиражированных версий сводится к тому, что трое представителей различных молодежных субкультур поссорились. В ходе конфликта девушка была убита двумя другими его участниками. Карина Будучьян часто причисляется журналистами ТОК МА, ТОК ГОТЭМ. Родственники девушки отрицают вероятность принадлежности девушки к любым неформальным движениям. По словам матери погибшей, Карина была самым обычным ребенком. Она хорошо училась в школе, деньги на карманы и расходы зарабатывала сама, расклеивая листовки. Одноклассники погибшие ее друзья отзываются о ней исключительно положительно. И все же мама и бабушка Карины признают, что одна нехорошая подруга у Карины была. По мнению родственников, именно по вине неблагоприятного влияния этой девушки их дочь и внучка попала в плохую компанию. Последний раз живой свою дочь Карину и ее мать, Надежда Будучьян, видела днем 19 января 2009 года. Девушка пришла домой после школьных занятий и вскоре отправилась на подработку, расклеивать листовки. Вечером Карина Будучьян позвонила матери и отпросилась остаться ночевать у подруги под предлогом выполнения домашнего задания. Как позже призналась сама Надежда, уже в тот момент она не хотела никуда отпускать дочь. Но Карина слишком серьезно относилась к учебе и убедила маму в важности подготовки доклада. Утром 20 числа девушка домой не вернулась. Надежда Будучьян сразу начала думать о самом худшем. Ее дочь, в отличие от многих своих сверстниц, не пила и не курила, свободное время чаще проводила дома, а уходя, всегда предупреждала, куда и на сколько отправляется. Поиски пропавшей школьницы велись около двух недель. В это время активно проверялись все контакты погибшие люди, видевшие ее живой последними. Непосредственно до оглашения результатов экспертизы фрагментов тела все близкие пропавшей девушки надеялись на то, что произошла ошибка. Экспертам-криминалистам предстояло решить сложную задачу, что же именно произошло с погибшей. Убийство Карины Будучьян потрясло общественность своей циничностью и бессмысленностью. Удивило экспертов отсутствие части внутренних органов и мягких тканей. По подозрению в убийстве немедленно были задержаны двое знакомых погибшей девушки. Обвинение в убийстве Карины Будучьян было предъявлено Максиму Гловацких и Юрию Можнову. На момент совершения преступления молодым людям было 19 и 20 лет. Молодых людей сближала любовь к неформальной музыке и молодежным субкультурам. Они играли в рок-группе. Максим, благодаря своему яркому имиджу, пользовался невероятной популярностью у девушек. По словам знакомых, сам Гловацких нередко вступал в непродолжительные интимные связи с поклонницами, но заводить серьезное отношение не планировал. Считается, что Карина Будучьян была влюблена в Максима и активно демонстрировала свои чувства. В роковой вечер именно Гловацких позвал девушку в гости, предложив отдохнуть в компании. Домашняя вечеринка стала последней в ее жизни. Согласно официальной версии, после употребления алкогольных напитков между участниками посиделок произошла ссора. В результате конфликта Максим при помощи своего друга Юрия совершил преступные действия. Когда осознали, что натворили, молодые люди решили избавиться от тела. Оказавшись под стражей, подозреваемые практически сразу стали давать признательные показания и рассказали о судьбе Карины Будучьян. Каждый из друзей утверждал, что участвовал только в избавлении от тела, а убивал другой. Невыясненным остался мотив убийства. Гловацких успел только сказать, что Карина ему сильно надоела своей влюбленностью и детской непосредственностью. Родственники жертвы подтвердили, что девушка была влюблена в Максима, даже писала посвященные ему стихи. Не поленились Гловацких и Можнов покопаться в личных вещах убитой. Они присвоили себе ювелирные украшения, мелкую электронику и ее одежду. Первое судебное заседание по делу состоялось весной 2009 года. Подсудимые и их группа поддержки, друзья и знакомые, вели себя вызывающе. Дело доходило даже до открытых издевательств над чувствами близких убитой. Суд приговорил Максима Гловацких к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Юрия Можнова, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Каждый осужденный обязан также выплатить по 1 миллиону рублей матери погибшей и компенсировать причиненный материальный ущерб 21 тысячу рублей. Потерпевшая сторона осталась недовольно вынесенным приговором. По мнению родственников убитой девушки, преступники заслужили пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Но все это еще не конец ужасной истории, жертвой которой стала Карина Будучьян. Жестокие убийства и преступления происходят время от времени во всех уголках земного шара. Однако не столь часто можно встретить настолько наглых и циничных преступников. Осужденный Максим Гловацких подал ряд апелляций и встречных исков. Основной его целью являлось привлечь к ответственности мать убитой Надежду Будучьян за травлю, оскорбление собственной чести и достоинства. Стоит заметить, что в ходе судебных слушаний Максим продемонстрировал великолепное знание юриспруденции. Однако выиграть не один из судов ему не удалось. Карина была убита 19 января, в день Большого православного праздника Крещения. Согласно официальной версии, это простое совпадение. И все же версия об увлечении убийц сатанизмом и ритуальном характере преступления достаточно популярна. В это сложно поверить, но преступникам многие сочувствуют. Среди поклонников Гловацких и Можнова есть и те, кто верит, что парней заставили взять чужую вину на себя. Популярна версия о том, что спровоцировала убийц и во всем виновата сама Карина Будучьян. Похороны девушки проводились тихо и по-семейному. Родственники погибшей признаются, что устали слушать гадости о своей дочери и внучке от посторонних людей. После суда Юрий Можнов для отбытия уголовного наказания был этапирован в исправительную колонию строгого режима, расположенную в черте города Коряжма Архангельской области. Отбыв в заключении более 9 лет, в сентябре 2019 года он подал ходатайство о переводе в колонию поселения, но ему было отказано, так как осужденные по особо тяжким статьям для перевода в колонию поселения должны отбыть не менее 2-3 срока. Через месяц, в октябре того же года он подал апелляцию с требованием пересмотра приговора и уменьшения срока лишения свободы с заменой реального уголовного наказания за кражу на принудительные работы. В этом случае он мог бы подавать на условно-досрочное освобождение, но ему также было отказано ввиду общественной опасности совершенным им деяний. Его соучастник Максим Гловацких отбывал свое наказание в исправительной колонии номер 17, расположенной в Мурманской области. Будучи в заключении, он женился и при поддержке администрации колонии участвовал в художественной самодеятельности путем создания музыкальной группы, во главе которой исполнял кавер версии популярных песен на различных мероприятиях. В ночь с 24 на 25 марта 2017 года Гловацких был найден мертвым в одном из зданий на территории учреждения. Во время расследования на его теле не было обнаружено никаких следов насильственной смерти, вследствие чего инцидент был признан самоубийством. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской. И будьте осторожны.